Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Он первым за три года до окончания войны объявил о победе над врагом. Ленинградская симфония Шостаковича – ода доблести, чести и неустрашимости советского народа. Сочинять произведения Дмитрий Шостакович начал в Ленинграде, но блокада города фашистскими войсками помешала музыканту закончить симфонию. Последнюю, четвертую часть он писал здесь, в своем доме на Фрунзе 146. Бумагу для партитур Шостаковичу доставляли на самолете. В январе 1941 года на нотный стан легли последние аккорды симфонии. Произведения для оркестра длительностью почти в полтора часа композитор создал меньше, чем за полгода. Улица, на которой жил и творил музыкант с 2006 года, носит имя Дмитрия Шостаковича. Этой дорогой в 1941 году Дмитрий Шостакович каждый день ходил на работу. В Куйбышевский оперный театр, куда в то время была эвакуирована труппа Большого театра. Здесь, со столичными музыкантами, он репетировал свою легендарную ленинградскую симфонию, премьера которой 5 марта 1942 года состоялась в этих стенах. Оркестр Большого театра играл симфонию в колонном зале под руководством столичного дирижера Самуила Самосуда. Концерт транслировался по всем радиостанциям Советского Союза. В музыке все как в жизни. Тема фашизма сначала крепнет, но потом безвозвратно разбивается в величественную мелодию, олицетворяющую армию-победительницу. Вот здесь пошли наши. Наши пошли уже в наступление. Один из важнейших символов страны и города. В сознании самарцев Ленинградская симфония Шостаковича отпечаталась так же четко, как и сама Великая Отечественная война. Музыка стала поистине народной. В день одного из исполнений этой симфонии, я выезжая со стоянки автомобильной, просто случайно обмолвился охраннику этой стоянки, что я еду сейчас дирижировать 7-ю Ленинградскую симфонию Шостаковича. Он вдруг мне говорит, а это та, которая там, там, та-там, пам, там, там, папа, и точно спел эту тему нашествия. Через пять месяцев, в августе 42-го, симфония прозвучала в блокадном Ленинграде. Чтобы сыграть ее, музыкантов отзывали из военных частей. В Ленинградском симфоническом оркестре тогда остались лишь 15 человек. Во время исполнения великой музыки на город не упал ни один снаряд. Вражеские точки были уничтожены заранее. Симфонию слышали не только жители города, но и немецкие войска, осаждавшие Ленинград. В сознании коренной перелом произошел именно тогда. Каждый уже точно знал, Германия войну проиграла. Вскоре победный клич Шостаковича облетел весь западный мир. Симфония была записана, здесь же была записана. В коробках из-под консервов была отправлена за границу, в Америку и Великобританию. Дело в том, что партитуры недостаточно. Еще нужно было посмотреть, услышать, как играют музыканты наши. В Самаре седьмую симфонию не исполняли несколько лет. Музыканты планируют сыграть ее 9 мая в честь 70-летия Победы. Дирижер симфонического оркестра филармонии Михаил Щербаков уверен, величайшие произведения Шостаковича нужно исполнять каждый год. Это должно стать для Самары доброй традицией. Алина Чемерес, Константин Головин, Максим Гусев, События.